Жареная картошка 27-летний парень быстро направился в зал, где претенциозная публика ждала лучшей закуски в городе. В воздухе стоял аромат мяса гриль и жареных лисичек. Официант пробежался взглядом по лицам гостей. Лидер? Воображала. Эстет? Интеллектуал Гаспар искусно разбирался в людях. Профессия? Обязывала. Ваша картошка, сэр? Баклажаны для прекрасной дамы? Окорочка? Сэр, вам несказанно повезло. Наш повар подглядел рецепту прислуги самого Селенджера. Да-да, именно. Гаспар всего месяц назад поступил на службу, но уже стал любимчиком постоянных клиентов благодаря умению общаться. Молодой официант обладал тонкими чертами лица и неподдельным достоинством. Уже 10 часов он работал без перерыва. Руки болели, как после чемпионата по игре в гольф. Но Гаспар будто этого не замечал. У молодого человека была высокая цель. Через полчаса публика в зале оживилась. На ужин пришла знаменитая труппа из местного музыкального театра. Артисты заняли самый длинный стол. Во главе стола сидела она, его балерина. Ее мягкая улыбка мгновенно смыла все невзгоды сегодняшнего дня. Она говорила, смеялась, принимала комплименты, оставаясь при этом немного поодаль от ресторанной суеты. За весь вечер Гаспару достался всего один взгляд. Но ради него он готов был часами обслуживать богатых самодуров. С тех пор, как труппа взяла привычку ужинать в этом месте, юноша не мог найти себе покоя. Он ждал свою Лорель каждый день, чтобы только встретиться с ней взглядом. Они разговаривали лишь однажды, когда впервые встретились. Тогда Гаспар был без формы официанта и просто завел разговор с девушкой, одиноко сидевшей у окна с чашкой кофе. Уже тогда он узнал, что Лорель – танцовщица, приехала из Франции. Ненавидит богатых, потому что считает их испорченными и наглыми. Любит мужчин, которые не боятся тяжелой работы. Восхищается теми, кто, не зная роскоши, может радоваться малому и замечать красоту повсюду. «Интересно, узнала ли девушка в молодом официанте своего давнего собеседника? Завтра я приглашу ее на прогулку. Решено! Скорее бы завтра!» Бесконечная смена подходила к концу. Последние клиенты расплачивались по счету, официанты домыли пол и принялись за горы посуды. Когда все было чисто, Гаспар с трудом отмыл руки от жира, переоделся и побрел к выходу. Ночной летний город встретил его жарким дыханием. Юноша свернул за угол, оглянулся, затем прошел вдоль задних улиц, вдоль центральной автостоянки и прошмыгнул на парковку мясного магазина. Там под навесом стоял коллекционный Роллс-Ройс. Пожалуй, это единственное место в городе, где такая машина могла остаться незамеченной. Гаспар сел за руль, достал из кармана наручные часы стоимостью половины ресторана, в котором он изображал бедного студента. Часы показывали начало нового дня. Уже сегодня. Я увижу ее вновь уже сегодня. Главное забрать из химчистки второй комплект формы. Это уже пропахло лангустами. Подумал он и поехал домой. До начала рабочего дня оставалось всего пять часов.